Всем привет! С вами ваш переводчик Асылхан. И сегодня у нас новенький. Зовут его Карлос Сантьяго. Он из Америки. Он сам певец, сам преподаватель по вокалу. Вот так он поёт. Не вот так, а вот сейчас я видео поставлю. Вот так он поёт. Субтитры создавал DimaTorzok Мне уже нравится. Субтитры создавал DimaTorzok У него такой чистый головной голос. Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Он опять на ноте Фа-Диэс-5. Это его фирменная нота. О боже! Его как будто поразило молнией. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ешкин свет. Это же высокая нота Ми. Эти крылья. Это так круто. Вау. Просто посмотрите на это. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok У меня в голове столько мыслей. В тексте этой песни говорится, «Почему я живу? Отчего я умираю? Отчего я смеюсь? Почему плачу?» Вот он, крик о помощи жителя Земли, находящегося в отчаянии. Эта песня о чувстве, что тебе неудобно там, где ты есть. И ты хочешь это изменить. Но такое чувство, что ты застрял в этом. Это что-то вроде такой жуткой колыбельной, которую ты поешь сам себе. Одна из вещей, которая мне нравится в этом видео, я большой фанат цифровых технологий. И я большой любитель вот этих световых проекций, которые они используют. Музыкальная группа тоже поразительная. И у него есть такая невероятная способность изолировать тебя от всего. Потому что как только он начинает петь с самого первого дыхания, он начинает в этой тишине. И это просто захватывает тебя. И ты уже не видишь этот свет позади него. Ты не видишь эту музыкальную группу на сцене. Ты даже не слышишь, как играют эти инструменты. Ты слышишь только его голос, который вонзается прямо в твое сердце, вместе с этой ангельской мелодией. Боже мой! Это очевидно, что у него безупречная техника. И он поет на французском языке. И это тоже своеобразный плюс. Потому что петь на разных иностранных языках, это невероятно сложно. Еще и спеть правильно. И ему это удалось. Его высокие ноты просто невообразимы. И вот этот момент, когда он наклонился к полу, это был тотальный всплеск эмоций. Это была кульминация всей песни. Он просто выпустил все свои эмоции вместе с этой нотой. Высокие ноты — это эмоции. И знаете, можно хоть весь день петь высокие ноты. Но если за ними нет никакой истории и нет никаких эмоций, все это будет тщетно. А он как раз-таки рассказывает эту красивую историю, в которой человек хочет выбраться из этого запертого, замкнутого пространства и превратиться в кого-то или во что-то новое. И эта песня заканчивается словами «Спи, дитя, спи», где чувствуется вот это полное высвобождение. И будто бы из последних сил он поет это, сидя на коленях. Но при этом в его голосе до сих пор есть поддержка. До сих пор есть вот эта вот сила. И я не знаю, было ли это живое выступление. И если это не живое выступление, а просто записано на студии, и это как музыкальный клип, то мне нравится этот факт, что они оставили пот на его лице. Вы можете это увидеть. И это говорит о том, что он по-настоящему работает. И это приятно, что они оставили это в кадре. У него и так безупречный голос. И вообще, как-то барабер, это живое выступление или запись? Пожалуйста, дайте мне знать об этом и напишите в комментариях. Неважно, живое это выступление или это запись. Мне нравится этот факт. Это маленькая деталь, которая делает происходящее более настоящим. Потому что музыкальные видео обычно такие более глянцевые. И потом они снимают другой кадр, еще один кадр, еще кадр. И это на самом деле тоже сложная штука. Потому что артисту нужно сохранить вот эти эмоции с первого дубля и показать эти же эмоции во всех последующих дублях. И в то же время они выглядят такими глянцевыми. Потому что каждый раз между дублями артисту поправляют грим и так далее. И если это все-таки музыкальное видео, то мне очень нравится, что они оставили вот этот пот на его лице. И это придает дополнительные эмоции. Знаете, это словно все его тело плачет. И будто с ним происходят все эти метаморфозы, о которых он поет. У меня уже от него едет крыша. Я не знаю, что еще сказать. А вот еще кое-что. Я так боялся, что забуду сказать об этом. И это очень важно для каждого певца. Он знает, как петь очень глубоко и добавлять напор в своих низких нотах. И он способен сохранять этот напор, но при этом он не несет этот вес, когда проходит через регистры. Если он оставит этот вес и тяжесть грудного голоса в верхних регистрах, у него порвутся вокальные связки. Это все равно, что вы стоите на стуле и пытаетесь поднять другого человека, который стоит на полу. Это будет слишком тяжело. А вот если вы будете стоять вместе на одной плоскости, то это уже будет другое дело. То есть нужно нести определенную долю веса в голосе согласно каждому регистру. И это очень важно. И он на этом слона съел. Он мотивирует меня быть лучше. Он заставляет меня встать, идти и практиковаться, идти и тренироваться. Ну что ж, я в полном ауте. Всем спасибо за внимание. Не забываем про мою просьбу о микрофоне. И также у меня есть объявление. Куплю перфоратор. Самый-самый громкий, самый старый. У кого есть, скидывайте мне. Куплю за любые деньги. Всех люблю. Всех обнял. Пока. Субтитры подогнал «Симон»